Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В ближайшее время состоится съезд армянских офицеров со всего мира. Цель Конгресса – объединить армянских офицеров всего мира одной идеей на благо армянского народа. В Армении в рамках международных армейских игр 2019 года пройдут соревнования «Воин мира» с участием команды с Белоруссией, Ирана, Грецией, Казахстана и России. Об этом сообщает Пресс-служба Минобороны. Соревнования пройдут с 3 по 15 августа в Ереване, Дилиджане и Идживане. Участники посоревнуются в нескольких номинациях. Независимый журналист Питер Мурсулян, проживающий в США, в третий раз стал лауреатом премии Los Angeles Area Emmy Awards. Премию он получил за документальный фильм «Монолог о Холокосте», показанный в эфире американского канала BBC в мае 2018 года. «Мой дед был одним из тех, кто выжил во время геноцида против армян, и я рос в среде, в которой постоянно рассказывали истории о том, через что он прошел. А я, рассказав об этом, захотел представить все то, через что прошел мой дедушка, как и все остальные, пережившие геноцид», — заявил Мурсулян в момент вручения премии. В начале 2019 года он также был удостоен награды Лос-Анджелесского пресс-клуба в номинации «Лучшее видео». Новая награда стала для журналиста третьей премии Emmy. США продлевают ограничения в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой, сообщил американский госдепартамент в четверг по московскому времени. Сегодня госсекретарь Помпео продлил действия ограничений, имеющих отношение к ядерной программе иранского режима, говорится в распространенном заявлении Госдепа. В нем отмечается, что это будет способствовать сохранению контроля над гражданской ядерной программой Ирана, снизит риски распространения, а также ограничит возможности Ирана по сокращению времени для создания ядерного оружия, восстановления связанных с этим объектов. Двое детей погибли. Десять человек получили ранения в результате ракетного обстрела террористами двух районов города Алеппо в Сирии, сообщает Сирийское национальное агентство САНА. Два мальчика погибли. Десять мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела террористическими группировками районов Аль-Хамдани и Сайф-Ат-Даула в городе Алеппо, говорится в сообщении. Главное управление древностей музеев Сирии обратилось к международным организациям, юристам и ученым с призывом остановить разрушительную деятельность турецких войск на территории археологических памятников захваченного ими Африда. Согласно курдскому источнику, в районе Шерава в Африне турецкие войска привезли специальную технику, чтобы начать раскопки в местной деревне Бирдж-Евдалу, где есть многочисленные исторические памятники, относящиеся ко времени Римской империи. Древние находки и боевики отправляют в Турцию. Подобные случаи уже случались в Африне ранее. В частности, раскопки были проведены в ряде других мест в Африне и исторические артефакты были незаконно перевезены в Турцию. Армянская церковь Сурб Астватацин, находившаяся в селе Гермуш, провинции Хелие, Урфы, Западной Армении, со временем была разрушена. Как передает Армен Пресс, об этом сообщило агентство Урфанюс. Согласно информации, церковь была построена в XIX веке. В последний раз реставрационные работы проводились окопом Артивасяном в 1881 году. Затем она не ремонтировалась, в результате чего постепенно разрушалась. Известно, что во время геноцида против армян в 1895 году 29 декабря в полдень в Урфе турки, собравшись у Кафедрального собора Святой Богородицы, где нашли пристанище около 30 тысяч армян, в основном женщины и дети, взломали двери церкви, проникли внутрь. Однако, видя, что потеряют много времени, пока друг за другом будут убивать армян, залили Кафедральный собор 50 ящиками нефти, находящимися во дворе церкви, превратив ее в огненный факел, в котором сгорели заживо все люди. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию горя дарца. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!